Бисмиллайху рахману рахиму, салату вассаламу аля Набина Мухаммадин, у аля алейху и сахабих джбаин, ва бантямихум бихсан и илля юмиддин, рады нам биллайху рабба, ва бил исламидина, ва билмухаммадин, саллаллаху алейху и саляма, Набиян, ва расула, амма ба'ад, саламу алейкум и рахматуллаху баракатум, уважаемые братья и сестры, просим Всевышнего Аллаха, чтобы принял от нас и от вас поклонение в этот великий месяц, в последние декаду, в последние 10 ночей, месяца рамадан, наши молитвы, наши посты, чтобы Аллах был доволен нами, чтобы Аллах, как нас собирает в этой жизни вместе, так же вместе он собрал нас в вечном рае. Мы знаем с вами то, что месяц рамадана это тот месяц, в который Аллах не спасал, в Куран. Всевышний Аллах сказал в Куране, Месяц рамадан это тот месяц, в который Аллах не спасал, в Куран. Также Аллах сказал, что Куран Всевышний Аллах не спасал в лейлоте л-кадр, в ночь предопределения. Месяц Куран, помимо того, что это месяц, тогда когда верующие мусульмане держат пост, так же этот месяц Курана. Месяц Курана, поэтому каждый из нас старается в этот месяц больше читать Куран, размышлять над Кураном, выставить свои молитвы, читая Куран, заучивать Куран, размышлять над Кураном. Поэтому в сегодняшнем нашем эфире хотелось бы вернуться 14 веков назад и посмотреть на начало Курана. Как Куран не спасалался, как он первое, что было не спасано, посланник Аллаху, саллаху алейхи вассалям, как дорожили сподвижники Кураном, сахабы, как посланник Аллаху, саллаху алейхи вассалям, относился к Курану. Ведь на сегодняшний день, Аллаху альам, мы придаем ли всю ту значимость, отдаем ли мы себя полностью Курану или нет, живем ли мы с Кураном или нет? Ведь самые лучшие, приближенные люди к Аллаху, субхану а hatte али, это те семейства Курана, те, кто вместе с Кураном, ахрюллахи ва хасату, как сказал посланник Аллаха, ахрюллахи вассалям, ахрюллаху Альхи вассалям, к Курану – это люди Аллаху субхану ате али, приближенные люди к Аллаху субхану ата али. Поэтому давайте вспомним, как вообще было неспосылание Кур'ана и как пророк Мухаммад и сподвижники относились к Кур'ану. Аллах послал посланников к людям с двумя вестями. То, кто отдалился от Зикра, от Кур'ана, от поминания Всевышнего Аллаха, то у него будет скомканная, тяжелая жизнь. И также Всевышний Аллах дал аят, дал именно знамения, дабы эти знамения были чудом и также аргументом для тех, которые следуют за посланником. Муса, во время Муса, алейсалям, очень сильно было распространено сихр. То есть в его время очень сильно было распространено колдовство. Аллах, субхану ва та Аля, дал Муса, алейсалям, аль-аса, дал посох. Как в Кур'ане сказано, когда он кидал этот посох, этот посох превращался в ползучую змею. То есть во время фараона очень-очень много было сильнейших, самые сильнейшие колдуны были во времена фараона, во время фераона. Даже сейчас те ученые, те шейхи, которые читают Рукья, они говорят, что самый сильный сихр – это сихр фараона. Сихр, который был сделан именно от колдунов, которые еще остались, вот эти знания со времен фараона, со времен фераона. Потом уже там в Индии и в Африке такой вот сильный сихр. И во время фераона было очень много сихра, было очень много сильнейших, самые сильнейшие колдуны. И тогда, когда фараон, вы знаете историю, собрал всех колдунов, и когда колдуны пришли к фараону, первое, что спросили его – «А инна лана ла аджара» – «Для нам будет какая-то награда, если мы победим Мусу, если мы победим его, как они на тот момент считали, колдовство». На что фераон ответил – «Да, и вы будете из приближенных ко мне людей». То есть из приближенных людей к правителю, к фараону. Когда они подошли, сказали Мусе – «Мусе, имма антулькия, ва имма аннакуна, ауэля маналка». «О, Мусе, или ты кинешь свой посох, или мы первые кинем свои посохи». На что Мусе, алейхи салям, ответил – «Калебал алку». И когда они кинули свои посохи, тысячи, говорится в Тафсире, тысячи колдунов собрались с большими посохами, кинули свои посохи и показалось Мусе, показалось Мусе, алейхи салям, и окружение вокруг него, и фараону, как будто это ползучие змеи. Но однако это не пазучие змеи, а это сихр хияли. Это сихр, такой один из видов сихра из колдовства, когда человеку что-то кажется. То, что сделали пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи салям, когда посланник Аллаху саллаллаху алейхи салям просыпался, брал гусель, его супруга Аиша, рада Аллаху Альха, говорила, что ничего не было между нами, у посланника Аллаха, но ему казалось. Поэтому, сказано, такой сделали сихр, посланник Аллаху саллаллаху алейхи салям, если послать на целый клан, то он бы уничтожил этот клан. Но однако его чуть-чуть только коснулось, ему казалось. Тогда напугался Мусе, алейхи салям, и это и далиль, доказательство того, что веру в человек, у него есть некий страх. И это не противоречит шариату. Если у него страх, страх бывает двух видов. Первый страх, когда человек думает, что что-то помимо Аллаха, может ему навредить, забрать его жизнь. Или забрать его здоровье и так далее. Если человек думает, что исцеление не в руках Аллаха, а в кого-то другого, не боится Аллаха должным образом, а боится кого-то другого, и боится колдовство, боится колдунов, джиннов, это один страх, запрещенный в шариате. Есть страх дозволенный, когда человек боится что-то, например, Муса, алейхи салям, напугался змею, или человек, например, боится собаку, какого-то животного, или еще какой-то другой страх. Этот страх, он дозволенный в шариате. И тогда Муса, алейхи ассалям, напугался этих змей. Ему показалось, что это змей, но это не змей. Тогда Аллах, субхану а-та'аля, сказал, не бойся. Поистине то, что они сделали, это козни колдунов. И никогда не преуспеет колдун. И когда он кинул, она превратилась в настоящую змею. То есть, это змея. То есть, уже Муса, алейхи ассалям, была маленькая палочка, говорится в Тавсире. У этих колдунов были большие посохи. Ему показалось, что это змея, но это не змея. А Муса, алейхи ассалям, когда маленькую палочку кинул, превратилась в настоящую змею и начала кушать остальных змей. Представляете, маленькая, куда она в себя поместит. Тысячи, тысячи больших посохей она в себя поглотает, поглощает. И тогда эти сахара, эти колдуны удивились и поняли, что это не колдовство. Так как они самые сильнейшие колдуны были на тот момент. Сделали паленит, сделали земные поклоны, эти колдуны. И сказали, мы уверовали в Господа миров, Господа Моисея и Гаруна. Так же было это чудо. Это именно они сказали, тогда фараон обратился. То есть он говорит, что вы уверовали в него до того, как я разрешил вам. Это ваш главный колдун, который вас обучил этому колдунству. Тогда на что они ответили, сказали, мы уверовали в Господа миров. Это не сахар, это не колдунство, это чудо, сила Всевышнего Аллаха. То есть ничего, как бы что хочет с нами делаем фараон. На что он сказал, я отрежу вам руки, ноги, наискосок, повешу вас. На что они сказали, мы не боимся, мы уверовали в Аллаха. Это чудо, которое Аллах дал Моисею. Во время Иса ибн Мария, во время Иисуса, была очень развита медицина. В Коране сказано, лечил от болезни кожи, восстанавливал зрение тем людям, которые родились незрячими, то есть слепыми. То есть есть понимание, слепой или кафифка, тот человек, который при жизни потерял зрение. Но однако через там сотни операций, может быть, чуть-чуть можно приблизить зрение. И то не всегда. Но однако то зрение, если человек родился слепым, это называется шарияс Акмах. В арабском языке Акмах. То есть человек, который родился без зрения, ни одна медицина не даст ему зрение, если Аллах Субханава Тааля не даст. Как Аллах Субханава Тааля говорит в Коране, Если Аллах заберет ваше зрение, ваш слух, поставит печати на ваши сердца, кто помимо Аллаха может это вернуть? Иса, алейхиссалам, мог давать с помощью Аллаха, с милостью Аллаха, Субханава Тааля, зрение тем людям, которые родились слепыми. Также Иса, алейхиссалам, оживлял мертвого человека. Би-изн-Иля, с помощью Аллаха. И говорили, что это не медицина, а это именно сила, которая Аллах Субханава Тааля, которое добровал пророку Иса, алейхиссалам. Если взять пророка Мухаммада, то, что Аллах Субханава Тааля не к одному клану, не к одному народу, а именно ко всем людям послал посланник Аллаха Субханава Тааля, как милость. Поэтому Аллах Субханава Тааля дал ему чудо Аль-Куран. Вот этот Кур'ан, который будет зафиксирован до Судного Дня. Как сказал Всевышний Аллах Субхану Атану, мы не споставили Кур'ан, и мы будем его уберегать до Судного Дня. Ни один паэт не смог подобного придумать. Когда хотели придумывать подобное Кур'ану, были паэты, великие паэты. Даже на сегодняшний день такая сура есть в Кур'ане, поэты, и на сегодняшний день до сих пор у них великие паэты в арабском мире, когда их правители, шейхи, короли куда-то уезжают, там, скажем, на лечение в какую-то страну, когда возвращаются. Они все из этой жизни видели, но приближенные люди для них сочиняют какой-то красивый стих. И вот этот стих как для них подарок такой самый великий, что они могут получить. Очень любят они стихи, и ни один паэт не мог сочинить подобного Кур'ану, даже одну ссору. Как Аллах в Кур'ане, Субхану Атану, сказал, О, Мухаммад, они говорят, то, что ты его придумал, скажи им, если я придумал Кур'ан, то вы подобно Кур'ану придумываете хотя бы одну ссору. И также просите при этом помощи, у кого пожелаете помимо Аллаха, если вы правдивы. Но так этого не случилось, поэтому оставляет печать, оставляет след в сердце верующего человека Кур'ан, след в сердце того мусульмана, который понимает арабский язык, и след в сердце тому мусульману, который не понимает арабский язык. Говорили, если бы Аллах не послал бы ему, Мухаммаду, знамения с небес, на что Аллах, Субхану Атану, сказал, Также Всевышний Аллах, Субхану Атану, сказал, Неужто им недостаточно, о Мухаммад, то, что мы не послали тебе книгу, которая читается им? И это доказательство, это чудо и доказательство, аргумент, то, что ты являешься пророком, я Мухаммад, то, что ты являешься посланником, Саллаху Алейхи Васалям. Аллах Субханава Та'аля Описал свою книгу То что его книга Нур Свет Аллах Субханава Та'аля Сказал в Коране Мы сделали его светом Нуром И ведем по этому Нуру Кого пожелаем Из наших рабов И тот кто отдаляется от Корана У него скомканная Тяжелая жизнь Как говорится в Коране Тот кто отдалился От поминания Аллаха У него будет тяжелая Жизнь Зикру Аллах Как сказал Ибн Абдас В этом аяте Зикр Под словом зикр Подразумевается Алл-Куран Также Всевышний Аллах Субханава Та'аля Сказал Поистине это Зикр Напоминание для тебя И для твоего народа И вы будете спрошены Мы будем все спрошены С вами Братья и сестры За Куран Читали мы его или нет Жили мы по нему или нет Поняли мы его или нет Старались Что-то сделали Для того чтобы понять его или нет Как мы Использовали То есть как мы Свою жизнь Старались жить Так чтобы наша жизнь Соответствовала Курану За все это Мы будем с вами спрошены Перед Всевышним Аллахом Субханава Та'аля Поэтому Так же это сильнейшее оружие Для верующих человека Как Аллах Субханава Та'аля Сказал Проявляй усердие Джихад Великим усердием Через этот Куран Читай им Куран Аллах Субханава Та'аля Описывая Куран Сказал Бальгу аятум байинат Фи судур Иллязина Утуль аин Однако Куран Он является Аят байинат Разъясняющим Знамения В сердцах Обладателей знаний Поэтому в сердцах Обладателей знаний Человек становится Богатым от этого Несмотря на его положение В обществе То есть Богатый он или нет Бедный Богатый Если он У него внутри Куран Если он несет себе Куран То он Это зарождает в нем Независимость И зарождает в нем Гына Зарождает в нем Богатство Поэтому Раньше Сахабы До того как Пророку Мухаммаду Аллах не спасал Куран Арабы же Или обычной жизнью И посланник Аллах Любил уходить В гору Хира В пещеру Хира И там Размышлять На творение На создание Аллаха То что Аллах Сотворил И смотреть На Каабу И поклоняться Таким образом Всевышнему Аллаху Субхануа Тааля Пришел к нему Малик Аль-Джибриль Пришел к нему Ангел Джибраиль Алей-Санам В своем виде То есть он видел Пророк Мухаммад Саллаху Алей-Санам Видел Джибраиль Алей-Санам В том образе Как он его сотворил Аллаху Субхануа Тааля Два раза И сказал Было у него 600 крыльев Одно крыльев Вне пространства Он его видел Одно крыло Покрывает Все это дунья Все это мирское обиде И когда пришел к нему Джибраиль Алей-Санам Он что ему сказал Первый что Икра Читай Хотя знал Что он не может читать Знал что Пророк Мухаммад Саллаху Алей-Санам Не может читать И нажал ему на грудь Икра 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 Здесь он что Три раза повторил Читай 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 Три раза нажал на грудь И три раза Отпустил И что имеется ввиду Под этим Что Пророк Мухаммад Саллаху Алей-Санам Ответил Сказал Я не умею читать Первое То что Почему он сказал Три раза читай Это далиль Доказательство То что Откровение от Аллаха Трех видов Первое Таухид Единобожие Второе Ахкам Законы Дозволено Халяль Харам И третье Касас Третье Это история Если вы почитаете Кур'ан Так он и делится Есть часть Где говорится В Кур'ане О единобожии Где законы Каноны И истории Которые были Со времен Посланника Аллаху Алей-Санам Умам Из тех Общин Которые были До общины Пророка Мухаммада Салаллаху Алей-Санам То что Он ему Нажал Три раза На груз Это имеется Ввиду Что здесь Джахет То есть Будут Тяжелые времена В жизни Посланника Аллаха Салаллаху Алей-Санам Три основных Тяжелых Времени Чем столкнулся Посланник Аллаха Салаллаху Алей-Санам Первое Блокада Осада Племени Абу-Талиб Второе Переселение Из Микки В Медину И третье То что случилось С мусульманами В день Ухуд Когда была битва При Ухуде Вот это поражение Сколько умерло С подвижников Хамз Радаллаху Аль-Санам Умер Пророк Мухаммад Салаллаху Алей-Санам Сломали Руба Сломали Зуб То есть То что Вот эту тяжесть Перенесли И то что Он три раза Отпустил Когда нажал После этого Отпустил То что Аллах Даст победу И утвердит Фиддуния Эту умму В этой жизни Барзах Барзахи И в Вечности Барзах Это то Измерение Которым Сейчас живут Люди Которые Покинули Эту дуни Сейчас пока В аду В раю Никого нет В ахирате Судного дня Ничего не наступил Но вот это Измерение Барзах Как говорится Аллах До Судного дня Люди Которые Ушли из этой жизни Будут пребывать В Барзахе Кур'ан Спасылался В течение 23 лет Но весь Полностью Аллах Не спослал Кур'ан Как мы говорили На прошлых лекциях В ночь предопределения В Небесной Скорежали Всевышний Аллах Поцеликом Полностью Не спослал В ночь предопределения Весь Кур'ан Потом уже На протяжении 23 лет Не спослался Аят за аятом Посланника Аллаха Салаллаху Алейхи Ассалам Первое Что Аллах Не спослал Это 5 аятов Из сурата Потом Уже как целиком Суру Полностью Суру Аллах не спасал Когда пришел Пророк Мухаммад Напугался Это вот представляете Первый раз Он увидел Ангела Джабраиля Алейхи И ему Аллах Не спослал Откровения Аллах Не спослал Тяжелые слова Он пришел К своей супруге Хадиджи И сказал Дасируни Дасируни Заммилуни Заммилуни Укутывайте меня Укутывайте меня От страха И Аллах Не спослал Полностью Суру То есть приказ Чтобы пророк Мухаммад Салаллах То есть Аллах Субтитры Начал ему приказывать Повелевать Что дальше делать Потом уже Двор Дом Это то место Где пророк Мухаммад Салаллах Алейхи Вассалам Три года Скрыто призывал Людей Скрытый призыв был Именно Уважаемые братья и сестры На сегодняшний день Каких только университетов Нету Мы знаем В Саудоскараде В Египте В Тунисе В Тунисе В Египте В Саудии В Мекке Ум-Ул-Кура Дар-Ул-Хадид В Медине В Аль-Риаде В Аль-Риаде В Аль-Риаде В Аль-Риаде В Аль-Риаде И в других Тоже странах Однако Самая первая школа По изучению Кур'ана Это была школа Пророка Мухаммада Салаллаху Алейхи Вассалам Именно В доме Аркама Ибн Аби Аркама Юноша 16-летний юноша Из Бани Махзум Из племени Махзум В Абану Махзум Адхару бейтин Фимакка Насабан Наби Салаллаху Алейхи Вассалам Адава Абану Махзум Это то племя Которое Самое такое Ярое племя Которое объявило В войну Посланнику Аллаха Салаллаху Алейхи Вассалам Из этого племени Валид бин Мухира Абу Джахил Харит бин Хишам Однако Они воевали С посланником Аллаха Салаллаху Алейхи Вассалам А в этот момент Они даже Не подразумевали То что Не подразумевали То что Их дом Это первое место Первый двор Первая школа Первый университет Курана Там собирался Посланник Аллаха Салаллаху Алейхи Вассалам И обучал Обучал Сподвижников Курана И самое первое поколение Которые воспитаны Были в Куране Это именно поколение Аль Аркама Ибн Аби Аркама Курашиты Посмотрели на Куран И не уверовали в Куран Насабуху Иляль-Аджам Иляль-Яхуд То есть Сказали то что Это что-то Непонятное для нас Сказали Куран Это Относится не к нам Не к арабам А к иностранцам Это что-то иудейское Говорили что Асатир Ауалин То что это сказки Которые были до этого Назара Ибн Харит Ан Акуса Алейкум Кама Якуса Алейкум Мухаммад Вакалю Ин хада Был такой Ибн Харит Тогда он сказал Давайте я вам тоже Прочитаю Как вам читает Мухаммад Будучи неверой Мухаммад И тогда он сказал Поистине Это сказки Которые он сам Записывает И читаются Они ему Днем и ночью Тогда Скажи им О Мухаммад Поистине Испослал этот Кур'ан Тот Который знает Все скрытое Скрытое Что в небесах И на земле Поистине Всевышний Он Прощающий Милосердный Я хрюжу Салалаллаху Алейхим Миндарихи Посланник Аллах Выходил против этих врагов У него с собой Не было меча Не было кольчуги Не было с собой Копья Однако он выходил И читал Кур'ан Я тлю Алейхим Кур'ан Тогда Аллах Субханава Не спасал Где Всевышний Аллах Субханава Сказал Аллах Субханава Для этих Неверующих Курашитов Сделал Перед ними И позади Преграду И они не видели Как посланник Аллах Салаллах Выходил И не смогли его тронуть Янзилю Фильмадина Переселился посланник Аллах Салаллах В Медину Янзилю Аллах 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 Дал победу ему В первой битве Посланнику Аллах Умми Пророка Мухаммада В битве При Бедре Когда следующая битва Началась Ухуд Абдулла Ибн Кани Хотел убить Пророка Мухаммада И убил Мусхаба Ибн Умир Мусхаба Ибн Умир Кани Ищбир Марсул Салаллах Мусхаба 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 Ибн Умир Был похож На посланника Аллах Салаллах И так же Лицом И нравится И нравственностью Был похож Еще сподвижник Джаафар Ибн Абиталем Поэтому Когда он Когда было Открытие Хайбара Джаафар Вступил в ряде Мусульман И на что Посланник Аллах Салаллах Сказал Не знаю, чем мне больше радоваться, то, что мы открыли хайбар или то, что Джа'фар вступил в наши вреды. На что он сказал, пророк Мухаммад, сказал, Джа'фару бинаби я талибу, ты похож на меня. Похож на меня как нравственными качествами, так же и внешними качествами. Поэтому Абу Хурейра, рада Аллаху Альху, думал, что самый лучший из подвижников это Джа'фар, это фикх, понимание Абу Хурейра. Фадсал на Н他說, законит дьяв年 Абн Насла говорит, что Мухаммад умер, мой обид Мухаммад является никем иным, кроме как посланником. До него тоже были посланники. До него тоже были посланники. И тогда Всевышний Аллах сказал Если он умрет или будет убит, вы вернетесь, оставите религию, вернетесь обратно на том, в чем вы были. То, кто оставит религию, вернется обратно, ничем не навредит Всевышнему Аллаху и Аллах даст награду благодарным людям. Потом уже, сейчас мы так вкратце картинки жизни посланника Аллаха с Кораном и его жизнь. И как Аллах не спосылал именно причины не спосылания некоторых аятов. Когда он был на своей нахо, когда был на своей верблюдеце, посланник Аллах на прощальном хадже, Аллах не спосылал айя из сурата Маэда. Сегодня 9-го во время хаджа Аллах не спосылал айя в прощальном хадже. Сегодня он усовершенствовал для вас религию. Усовершенствовал для вас свою милость и довольство для вас религией и исламом. Когда прочитал это посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям, почувствовал то, что мир где-то рядом. И сказал Наверное, я больше вас уже не увижу после этого года, сказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям. То есть он прочувствовал смерть. То есть представляете, положение сподвижников, те сподвижники, которые жили вместе с пророком саллаллаху алейхи вассалям, постоянно были вместе с ним. И сейчас посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям обращается к ним. И, наверное, я больше после этого года с вами больше не встречусь. Наверное, это последний год, к которому мы вместе. И умер посланник Аллаха почти через три месяца. Чуть меньше три месяца прошло. Умер посланник Аллаха. И когда умер пророк Мухаммад, то закончился Именно откровение, небесное откровение закончилось. Здесь подвижники плакали, то есть когда то, что он умер. И также то, что они больше не услышали что-то новое, то, что не спосылается из Кур'ана. Между ними, среди них не было пророка, чтобы ему было не спосылались откровения. И когда умер посланник Аллаха салаллаху алейхи вассалям, тогда сказал, то есть было приказано, Абу Бакар, рада Аллаху алейху, сказал Утмана, рада Аллаху алейху, чтобы посмотреть, умер он, удостовериться, умер он или нет. Посланник Аллаха салаллаху алейхи вассалям. И тогда Умар Абин Хаттаб он не уверовал в это, что пророк Мухаммад салаллаху алейхи вассалям умер. И сказал, то есть никто скажет, что его охватил гнев. Если вы скажете, что Мухаммад салаллаху алейхи вассалям умер, то как бы хотел сказать, будет со мной этот человек иметь отношение. Со мной будет иметь дела. То есть он на что не хотел верить в это, что умер посланник Аллаха салаллаху алейхи вассалям. И когда Абу Бакар, рада Аллаху алейху, посмотрел, и его звали Сыддык. Одно из его прозвищ Абу-Бакр назвали его Сыддык. То, что каждое слово им сказано, это правда. Тогда Абу-Бакр Сыддык открыл лицо посланника Аллаха и удостовировался, то, что он умер. Поцеловал его между глаз, в лоб поцеловал посланника Аллаха вышел в мечеть среди людей и поднялся на Мимбар. На этот момент Абу-Бакр он знал, что это поколение поколение Кур'ана. Помимо Кур'ана они ничего не примут. И сказал первым О люди, кто поклонялся Мухаммаду, знаете, Мухаммад умер. И потом Кто поклонялся Аллаху Аллах живой, вечно и никогда не умрет. После этого прочитал им аят из Кур'ана Мухаммад является посланником. Никаким иным, как посланник. Если он умрет или будет убит, вы вернетесь. То есть оступите от религии. Тот, кто оступит от религии, ничем не навредит Всевышнему Аллаху. И Аллах наградит благодарных. Сами Умар 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 послушал эти аяты и не смог сдвинуться с места. Как будто впервые слышит эти аяты. То есть это не кто-то иной, как Абу Бакар который всегда говорит правду. Тогда сахабы поняли, поверили, что он умер. До того, как похоронили посланника Аллаха все уже дали присягу Абу Бакар сказали, что ты будешь правителем. И когда похоронили посланника Аллаха салаллаху алейхи вассалям то есть самое было тяжко сахабам с подвижником. Некоторые из подвижники покинули Медину как Беляй например потом через какое-то время он вернулся и сказал сахабы сказали скажи азан как ты говорил во времена посланника Аллаха салаллаху алейхи вассалям Беляй отказался с азан и все подвижники заполакли вспомнили вспомнили время когда они вместе молились с посланником Аллаха салаллаху алейхи вассалям Кур'ан этот Кур'ан защищает также слабых людей был такой хаббар ибн Арад рада лау альху он работал хададан инда асал ас ибн ваил аса ибн аса работал плотником и когда он должен был давать ему зарплату расплачивать с ним на что он сказал я тебе не дам зарплату до тех пор пока ты не сделаешь куфр в то чем пришел пророк Мухаммад то есть пока ты не отдалишься от Мухаммада и от Кур'ана я тебе не дам зарплату несмотря на то что у хаббаба он очень ему нужны нужны были деньги несмотря на это он сказал в Аллахе я не сделаю куфр Мухаммаду Аллах тебя умертвит заберет твою жизнь и потом ты воскрешнешь на что ас с издевательством ответил я умру потом воскрешну на что он ему ответил с издевательством тогда подожди сейчас я тебе зарплату не дам подожди пока я умру потом воскресну потом мне принесут мое богатство и моих детей я тебе дам зарплату тогда Аллах не спасал аят из Кур'ана в ответ этому и дабы укрепить сердце на пути Аллаха хаббаба не спасал пророка Мухаммада где Всевышний сказал не видел ли ты того который не уверовал в нашей знамении и сказал что мне будет дано богатство имущество и дети он видел скрытое или взял договор заключил договор с милостивым творцом потом Всевышний говорит нет мы запишем то что он зафиксируем его слова и дадим ему долгое наказание в аду и то есть все что он сказал это будет его накоплением и придет он к нам один судный день то есть никто не будет среди него вокруг него никого не будет дабы помочь ему и выйти из этого наказания теперь как передавался Куран Аллах потом Джибраиль Аллах передавал Джибраил Джибраиль пророка Мухаммада и уже от пророка Мухаммада к нам перешло то есть другие подвижники слушали через чтение через слух Джибраиль услышал от Аллаха пророка услышал от Джибраиля сподвижники слышали от посланника Аллаха и так он передается поясни этот Куран ведет самым лучшим путем поэтому каждый раз когда наши души наши страсти зовут нас дабы сбиться с пути Всевышнего Аллаха страсти к чему-то тому что противоречит Курану мы должны всегда вспоминать аят из Курана где Всевышний сказал поистине мы тебе дали 7 аятов сурата Аллах о нем отдельно говорит то что сурата Аллах и великий Куран и пусть не обманывайся красками красотой этой жизни и так же не печалься за них и расстели крыло рахма милости для верующих то есть вот это вот крыло милости именно будь милости по отношению к верующим так же если бы мы эти горы стали бы богобоязненными и также раскололись бы от чего? От остережения, от обещания Всевышнего Аллаха. Поэтому сейчас как раз месяц Куран, он уже заканчивается, мы должны последние вот эти дни и последние ночи провести с Кураном, уважаемые братья и сестры. И зная то, что все, что нам помогает изучать Куран, это аль-хамду-ля, это и есть Куран. Это именно есть те люди, о которых посланник Аллаха сказал Наилучший из вас тот, кто изучал Куран и обучал его другим. Пророк Мухаммад сказал Наилучший из вас, кто вызубрил Куран и обучал зубрить других. Нет, он сказал, что изучил Куран и других обучал. Сюда все входит. Улубы Куран, знания Курана. Все, что помогает, все знания, которые помогают понять нам Куран. Из этого тоже люгат аль-араби, арабский язык, там, таджвит, вақфуаль ибтида, азбабы нузул, насихуаль масух. То есть все, что связано с Кураном, дабы облегчило понять и жить по Курану и размышлять над ним. Вот если человек стремится к этим знаниям, аль-хамду-ля, он попадает под этот хадис наилучший из вас. Того, кто обучал Курану, обучился Курану и обучал его другим. И обучал его другим. Теперь давайте рассмотрим, какие были виды вахи, виды откровения. Самым, мы сказали в начале то, что Пророк Мухаммад али салам али салам видел Джабраиля алейсалас в своем облике. Это самое тяжкое, что было на сердце посланника Аллаха салаллаху алейсалям. У него зарождался некий страх в его сердце. Он два раза так видел. Также было за занавесом. Он слышал, как читались ему аяты. Также ему не спосылалось на его сердце. Это какой-то как бы колокол перед тем, как Джабраил приходил ему с аятами. То есть вот это он слышал. Посланник Аллаха, у него менялось лицо, поднималась температура. То есть это было, потому что это тяжелое слово. Мы не спошлем тебя тяжкое, тяжелое, тяжелое слово. Тяжелое, потому что сам Кур'ан, он тяжелый. И тот, кто его читает, имеет ввиду тяжелое, что над ним его размышляешь сердцем. Его не разум размышляет только, а именно сердцем, душой размышляешь. Поэтому да, Аллах Субхану Ваталя, чтобы мы были из тех людей, из Ахли Кур'ан, из приближенных людей Аллаха, из семейства Кур'ана. Название Кур'ан, почему он так называется? У него есть другие названия. Вообще, Кур'ан взят от слова «кара», читать. Также называется «книга», «книга», «танзиль», «неспосылание», «му'джиз», также Кур'ан называют как «чудо», «нур», «свет», «викр», «напоминание», «альфуркан», «разъясняющее», «хакканиль баталь» истину от лжи. В одну книгу, то есть, когда во время пророка Мухаммада, не было середине книги, из которой бы они читали Кур'ан, они все знали наизусть, наизусть из памяти читали Кур'ан. Потом уже, когда после смерти посланника Аллаха, салалаллаху алейху ассалям, Умар Абин Хаттаб подошел к Абу Бакару и сказал, давай соберем вместе Кур'ан, потому что много хафизов погибает на битве. И тогда Абу Бакару по своей богобоязнице сказал, если бы ты бы мне, Умар, предложил гору Ухуд по камушкам разобрать и заново ее собрать, это было легче бы для моего сердца. То есть, из-за его такого трепета и богобоязнице, перед Всевышним Аллахом, тогда они начали собирать, кто-то записывал на коре, кто-то на на дереве, на камнях и так собирали. Потом уже, во время Умара Абин Хаттаба его в одну книгу собрали. И потом уже Расмин Ухтмани, именно взяли вот этот шрифт Ухтмана, сделали 4 копии, разослали их. И вот это уже тот Кур'ан, который мы сейчас с вами читаем, Расмин Ухтмани, именно вот на, то есть, росписью именно вот этот вид этого Кур'ана, буквы, которая была принята во время Ухтмана, Радаллаху Альху. Прошу Всевышний Аллах, Субхану Альху Альху, чтобы принял от нас и от вас, чтобы вел нас прямым путем, чтобы в эти последние ночи Рамадана мы смогли еще больше поклоняться должным образом Всевышнему Аллаху, Субхану Альху Альху Альху. Не забывайте дуа просить в эти священные ночи, просить за всю уму послания Каналлаху, Салалу Аллаху Алейху Ассаламу, за больных людей, наших братьев и сестер, за умерших, которые ушли из этой жизни, за родственников, за близких и за всю уму послание Каналлаху, Салалу Аллаху Алаху Альху 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 Альху, Субтитры создавал DimaTorzok